добрый день друзья с вами канал доля от города и я не на коновалова спряталась от жары поближе к своим уточкам стар 53 и мулардом долгое время я откладывала этот видеообзор под поскольку считала его немножечко негуманным поэтому не судите меня строго тем не менее я в свое время снимала это видео для того чтобы донести до своих подписчиков для тех кто содержит птицу домашнюю берет ее на вырост и так когда покупаешь мулардов когда выращиваешь уток часто наблюдается проблема когда они начинают щипать друг друга и тут многие начинают советовать либо побольше давать травки либо побольше давать и белковой пищи то есть добавлять его костную муку рыбную муку в корма и так далее в общем может какие-то примиксы добавлять чтобы птица не щипалась к сожалению он видите красавцы к сожалению не всегда это помогает да что говорить по большому счету если у вас скучность наблюдается если у вас пространство для выгола небольшое то щипаться они будут добавляйте вы белки не добавляйте вы белковую пищу все равно не будет щипаться кусаться а когда утки щипаются они испытывают стресс и если честно говоря плохо растут так мы покупаем у одного представителя сплемзаводов утят и мулардов и star 53 и башкирок и пекинок ну смотря каких мы выращиваем а всегда у одного и того же человека и по нашей просьбе он провел обрезку клюва мой муж никогда на это не решался потому что ну не поднимается у него рука сделать это с маленькими утятами олег же сделал это все легко и просто и так для этого потребуется паяльник ну такое приспособление не обычный паяльник а вот именно специальный паяльник хотя я знаю что некоторые используют обычный паяльник и значит потребуются ножницы по металлу дай мне снять видео пожалуйста я понимаю что ты яйцо снесла самое крупное самое большое дай мне видео снять пожалуйста моя умничка и так берется маленький утенок надрезается кончик клюва и тут же обрабатывается паяльником опять берется следующий утенок быстренько обрезается а либо секатором либо ножницами по металлу кончик клюва и опять же прижигается паяльником и так процесс пока всех вы утят не обработайте то есть не обрежете им клювы вот про что я вам говорю это на первый взгляд кажется негуманно но друзья вам скажу так я не заметила по нашим уткам что они испытали какой-то жуткий стресс или они испугались этого этой процедуры чуть 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 покровила у одного или двух утят и все на следующий день они уже бегали они уже резвились они были довольно таки счастливыми тем не менее в этом году у нас утята в небольшом загоне содержится и если бы не было бы обреза клюва они в обязательном бы порядке щипались бы а сейчас они себя чувствуют достаточно комфортно спокойно растут им три недели до этим утятам три недели ну надеемся что утка стар 53 не подведет в этот раз нас вырастет и общем порадует вкусным мясом кстати для своих подписчиков и зрителей постоянных у меня значит будет некий эксперимент сейчас у меня утки стар 53 и муларды так вот здесь два муларда остальные утки стар 53 я хочу в итоге сравнить тушки мяса и в общем провести некую дегустацию и некое сравнение в общем мы пришли к такому выводу что для нас утка стар 53 показалось вкуснее нежнее и жиром не меньше чем муларде это конечно же дело вкуса сейчас будут со мной люди спорить еще раз вам скажу это наше личное мнение дальше муларда все-таки лучше растить где-то 70 дней грубо говоря плюс-минус утку стар 53 лучше растить 45 дней потому что в дальнейшем при потреблении пищи она потребляет намного больше чем растет и она особых таких результатов не показывает в том году мы выращивали стар 53 ровно 45 дней и она у нас была чистый вес два с половиной килограмма это нормальный вес мы не выращиваем слонов мы не выращиваем индюков для небольшой утки это нормальный вес но учитывая что 45 дней это полтора месяца это конечно же выгодно и так еще раз вернемся к теме нашего видео обзора понятно что проблема номер один у многих людей кто покупает мулардов и уток это то что они щипаются щипаются до крови утки потом неприглядно выглядят все это кровоточит им больно туда может занести с инфекцией они стрессуют они плохо растут от этого поэтому вот в этом году мы прибегли к услугам представители племзавода и он нам обработал утят точнее обрезал им на на клювы и паяльником прижег процедура оказалась безболезненная для утят они прекрасно себе чувствовали уже буквально через два часа были активными хорошо кушали пили и так далее надеюсь мой видео обзор вам показался полезным но вот поверьте мне гуманнее провести эту обработку нежели потом наблюдать как утка клюет друг друга щипает вернее щипает не клюет щипает выдергивает перья все кровоточит в общем это ужасное зрелище и так надеюсь видео оказалось полезным как всегда крепкого здоровья хорошего настроения высокой яйценоскости шикарных привесов всего доброго до свидания